Здарова, народ! Ну что, с вами Юрьевич и это новая серия. В этой серии мы поедем в автосервис, посмотрим, что у нас с машиной не так, есть ли какие-то косяки, вдруг что-то не работает. Сейчас масло в двигателе и масло в автомате проверил, в принципе, нормально, уровень нормальный. И цвет в целом тоже нормальный. Вроде и норм должна ездить, ну, на всякий случай надо, знаете, провериться, иногда полезно. Продолжение следует... Да, тут я смотрю, в гаражах-то не особо и чистят, честно говоря. Там заваленные куски. Когда ты последний раз открывал? Сегодня? Каждый раз открываю и проверяю масло перед тем, как выезжать, да. Слушай, а вот этот автомат, да, масло? Да. Ну, я вроде тоже не нормально. Суть такая, что когда я долго оставляю ее, например, на месяц, примерно, там, ну, вот столько, капает что-то внизу. Подмолим сейчас. Кардан, слава богу, висит. А, может, с кардана он подкапывает, да? Да, с раздатки, да, чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Слушай, еще как раздатку переключать? Я, короче, один раз застрял и переключал, включил на нейтралку скорость. И потом дергал за раздатку. Да, все правильно. Правильно? Там такой скрежет был, я думаю, еба бога. Думаю, блядь, обратно ее откатил быстро. Я думал, вообще на незаведенную надо переключать. Андрех, возьми бумажку, запиши, пожалуйста. Что-то значит, есть уже что записывать. Сальник заднего моста хрустовика, данный 35. Сальник раздатки на задний кардан, 249 раздатки. Сальник вала АКПП на раздатку выход. Ну, пока вроде все. Сейчас вывешиваем здесь. Нормально. Лево-право подержим. Нет, нет, лево-право. Целое, лево-право. Наконечник рулевой к сошке хороший. Куда-сюда. Ага, вверх-вниз его теперь. Хороший, оставляй. Давай сюда. Ага, вверх-вниз. Хороший, поднимаем. Сейчас получается, дано... Какое? Сейчас вообще никакое не стоит, да? Нет, это мост называется, дано-30. А чем они отличаются? Там сзади дано-35, а дано-30? Ну, передний, задний мост. Этот больше, этот меньше. Так, что там, подшипные колесальники, задний полосилые, да? Да, данно-35. Блокировка передняя. Дано-30. Пара-373. Она получается механическая, да, блокировка? То есть, когда там будет что-то там заедать. От проворота одного колеса там червяки. Что еще, ты говорил, червячь или передний? Середий, да, Андрей. Блок. Ничего не дергай, в принципе, как бы не сказать, что она прям для спортсмена, прям супер-пупер. Но для твоих нужд это самое оно. То есть, все остальное очень жесткое и, соответственно, тянет за собой усиление очень много. Те же самые привода, там, ну, ни к чему это все. Пока это ни к чему. Ну, да, надо протестить то и то. Но это лучше, чем пустой, правильно? Потому что пустой совсем не гребет. У тебя здесь получается, грубо говоря, одно колесо свободное, которое все, то и гребет, а остальное ничего не гребет. Выглядит она вот так вот. О, даже есть в наличии, или это чужая вот? Вон они внутри, видишь, шируйки, так называемые. Получается, у тебя здесь колесо провернулось, они пошли в зацеп, друг к другу входят. Соответственно, оба толпа. Колесо ослабилось, оно все. Но с ней, опять же, руль становится чуть туже, но рулежка четче становится. Ну и, соответственно, она уже, машина себя по-другому ведет, повороты входит лучше. Опять же, она вроде как бы механическая, но она дур соображает то, что когда руль выкручен, ну тебя вывернет, да, она тебе дает повернуть, она ее гоняет туда-сюда. Нет такого, что ты жесткий, по прямой пошел. Я же сейчас в отпуск на недельку примерно. Есть вариант оставить ее? Сегодня? Ну, я по лицу вижу, что, наверное, не очень удачный момент. Я просто думаю, куда их девать. Машины, еще моя там стоит под снегом. Мы же из нее баги хотели еще делать. Там не одна твоя стоит. Так я вижу, там какие-то 5 штук каких-то снеговиков стоят. Там все в отпусках. Не, просто за это же в смысле оставить, чтобы доделать эти все вот истории. Поставить там мост, это все-то делать. Всякие сальники, сальники. В понедельник заберу, какой не сказали. Желтая, желтая. А, желтая? А, желтая, блин, хорошая. Хрена себе, баги. Баги прикольные. Правда, весь в дерьме, когда едешь, но зато, блин, она, конечно, необычная. Последняя покатушка. Рулевая рейка на помойку. Как так? Катрам задней на помойку. Ну, как так-то. Плавина подвески. Офигеть. Да они прям нормально так катались? Ну, по жесткому, да, вообще. Блин, ну он стоит сколько? Лям на роде. Они, по-моему, от полутора очень. Хорошо. Ну, сейчас XMR-ка, по-моему, третья вот вышла. Что-то они, по-моему, от трех или от четырех. Охренеть. Еще и лобового нет. Нет, а это вообще доп. оборудование. У него двери доп. оборудование идет. Это доплачивать. Крыши доплачивать. Он в стандарте идет два сидения, руль и педали. И все, как бы, все остальное это доп. Причем цены немало. Честно говоря, да, что-то дорого. Однушку. Однушку. Вообще. По цене однушки. Еще и ломается. Да, и цены немало. Это жир, это каната, это бирпишка. Ну, то есть аналогов никаких нет, запчастей, да? Нет, аналоги-то есть. Китай делают. Но, соответственно, качественные. Но вот ступичные подшипники мы подобрали, как бы, от восьмерки они подходят. И ходят намного дольше, чем оригинальные. А так, да. Слем-блоки выкинули отсюда из рычагов полиуретановые втулки, сделали уже давно. Прям изначально, как купили, забыли про них. Потом и слем-блоки их удалить. Конечно, необычно. Ну, это так, его же нельзя по дорогам, да? Общего пользования есть. Нет, почему он как трактор, он на номерах. А, на номерах, да. Тракторные права, как на квадрику, и все, и поперли. Ну, блин, так долго тоже ехать, там, часа три едешь, когда влез по дороге. Ну, гоняют они, на дне ноги гоняют тоже. По трассе же все летит в лицо, в каске ехать. Ужаление, да? Ну, вот, короче, зимние сапоги вот такие советуют. Ой, ну, что-нибудь выбежишь себе, как бы. Мне в этих удобно. Ну, они непромокаемые до колена, да? Они резиновые. А, ну, вот. И здесь затягиваешь просто на шнурке, их удар. Ну, да. Ну, вот такие огонь, да. Я думал, ванной педаль нажимаешь прям сразу. Ну, да. Широковато. Все, машину оставил на пару неделек, пока в отпуске буду, там ребята как раз доделываются. Поэтому нормальный вроде ход. Сейчас, наверное, как-то домой добраться. Отсюда, издалека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok